Сомневаться, наши жители, у нас вообще будет цирк или не будет, учитывая их в туалет. Там одни из исторических городов, которые имели первый цирк. И это обдушно было для детей, они было приходить сюда и заниматься. Сегодня мы уже два года детей, детей, никого не рады им нечисли. Как быть вот здесь? Скажите, когда мы, вот вы можете сказать, когда мы зайдем в этот цирк? Галючич, ну сейчас ситуация следующим образом выглядит. Повторюсь, во-первых, были проблемы по реализации существующего контракта, отсутствия лицензии Органского надзора. То есть мы этот вопрос сняли и завтра, послезавтра получим разрешение на возобновление работ по закрученному контракту. Кроме того, с учетом изменившейся норм пожарной безопасности и требований, необходимо увеличить проходы между рядами и увеличить ширину выходов. Что, соответственно, влечет за собой корректировку проектной документации раздела АЭР. Завтра у нас окончание подачи заявок на доработку проектной документации. К концу июня будет определен уже победитель и заключен с ним контракт на кредитировку проектной документации. Но это, собственно говоря, не будет сдерживать нас в проведении работ по заключенному контракту. Поэтому с учетом вот этих вот мероприятий мы планируем до конца декабря завершить работу. Ну и, соответственно, начало года – это оформление документов и ввод объекта в эксплуатацию. Потому что вы лучше меня понимаете, закончить объект – это одно, да, опустить сюда людей. Есть уже исполненные работы на 80% того, что в контракте были, в других задачах, которые стояли. А сегодня мы вносим корректировку проекта, да, там, на вселение, вот этой всей купольной части, там, и противопожарной, там, безопасности. Ну, почему мы должны уходить за декабрь, я не пойму вот эти вещи. Я все нормативы понимаю, все остальное, я понимаю, понимаете. Если бы нам деньги, вот как выделяют сегодня конституциональные проекты, мы там их разводили на несколько лет, а нам сказали, они работают один год, цикл. Почему мы тянем до декабря? Это не те виды работ, чтобы уходить в декабрь. То есть еще никто тянуть не будет, естественно, мы для подрядчика сделали максимально сжатые сроки. Поэтому июнь месяц, вы говорите, вы уходите уже на работу, то есть контракты все закручены, там, заявки все будут поданы, да. У нас впереди 6 месяцев, и мы уходим опять за год. Мы в декабрь должны прийти в цирк. Планируем так и сделать. Давайте уж, ну так не может быть, потому что я отвечаю перед ними. Я отвечаю перед жителями. Я не могу их вот так вот. Давайте еще подождем, и третий год закончится. А потом скажут, ну вот мы подождали, давайте уж еще годов подождем. Так не бывает. Поэтому просьба, если скажите, я хотел бы, почему сегодня встретиться и сказать, если есть трудности какие-то на федеральном онлайн, вы скажите, на какой уровень темнее, чем, что говорить, кому говорить. Чтобы этот процесс, он был другим. Иначе он покоит. И делаем, и не делаем. Он меня вообще не устраивает этот процесс. Я вот вам говорю откровенно. Я рос в цирку руководству приезжали, когда Ронна это же сказал. И оно не бывает так. Мы строимся сейчас одновременно, вот там, 50 объектов. И мы их все ведем. Они все в разной стадии готовности. Они еще не законтрактованы многие. Но мы их все ведем. А им нормативное строительство 3 года. Но так же не может быть. Это федеральный объект. Мне даже нечего сказать. В декабре мы заходим на мероприятие. Афишу расклеил? Афишу. Расклей афишу. Цирк. После реконструкции первого мероприятия. Расскажешь ли я потом? Нет? Значит другой директор будет расклеить. Поэтому так не пойдет. Ты же здесь не сторожего работал. А работаешь директор, который отвечает за это дело. Так не пойдет. Поэтому я очень бы просил, чтобы мы вот в такой концепции поработали. Поэтому есть трудности. Или там есть что-то с нашей стороны. Вы скажите задачу перед нами поставить, перед регионом, перед областью. Чтобы мы понимали нашу ответственность в доле. Если здесь строители буксуют, и у них там нет денег. Вы скажите тоже, потому что они буксуют. Что они не делают эти ряды? Почему они не провели пять месяцев до текущего года? Они что не уширяют эти ряды? Я слышу это в конце прошлого года. И сейчас опять через полгода слышу это. Нам надо расширять ряды, там какие противопожарные, безопасные. Но так же не бывает. На этой неделе, повторюсь, мы делаем платежи по контракту. Соответственно, в следующей неделе здесь появляется строительство. Если у вас вот не получается, я вот хотел вас попросить, тогда я выхожу на более другой уровень и ставлю вопрос под руку. Потому что так нельзя. Ну сколько было? Пять месяцев прошло. Гвоздями забиты. Пять месяцев гвоздями забиты. Ну так не может. Зачем директор зарплату платит? И у нас сторожем поставит. Он даже не беспокоится объемом.